Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях Первое декабря По народному месяцу слову Платон и Роман – зимоуказчики В этот день христиане чтут память святых Платона и Романа Жили во времена правления римского императора Максимиана Третий – начало четвертого веков Все последние дни ноября, а в северных районах России и того раньше Отмечали в народе по осени поминки, зиму встречая А она то снежными депешами отделывалась То ледовых дел мастеров на землю посылала И лишь иногда, на день-другой, сама заглядывала посудачить С одрехлевшей насквозь простуженной осенью Конечно, хотелось зиме побыстрее принять приглашение людей От бесконечных дождей и грязи уставших Да календарь мешал, напоминая, что у каждого времени года свой черед Но вот, наконец, последний ноябрьский листок перевернут Старушка осень на покой отправилась А декабрь свой счет времени повел Год кончая, зиму начиная В представлении славян зима была существом вполне одушевленным Она приходила на землю молодой, беспечной красавицей Окруженной целой толпой воздыхателей Готовых потакать любой прихоти своей снежной королевы Впрочем, на первых порах и дворцовые фрейлины, пороши до поземки И придворные кавалеры, лихие морозцы, да озорные северные ветры Не столько работали, сколько кружили по земле веселыми хороводами А вот у работного Люда и зимой дел хватало Хоть и закончились сельскохозяйственные хлопоты В это время года крестьяне промышляли То есть занимались разными промыслами Так появились хохлома, дымковская игрушка Фигурки из обожженной глины, расписанные темперой С добавлением сусального золота Крестьяне на севере в это время занимались резьбой по кости Изготавливали гребни, ларцы, рукоятки ножей и так далее Такая резьба получила название холмогорской На протяжении столетий кжильские крестьяне Трудились над изразцами, черепицей, посудой Одним из древнейших русских промыслов была резьба по дереву Основным материалом являлась липа Дерево это мягкое, легко гнется и полируется В посуде из липы хорошо сохраняются икра, масло и сок Так что все эти предметы и глаз радовали, и в хозяйстве нужны были На Руси зимоуказателями Платона и Романа прозвали за то Что по погоде 1 декабря судили о том, какой будет начинающаяся зима А потому примечали Если на Платона и Романа день теплый, то и зима будет теплая Сколько раз переменится погода в течение дня 1 декабря Столько перемен будет и в предстоящую зиму При этом за погодой наблюдали в течение целого дня По утру судили о начале зимы По полудню – о середине По вечеру – о конце Дует сильный ветер Зимой часто будут вьюги и метели Луна на небе находится в светящемся круге То грядет сильный мороз Ворона ходит по дороге Значит, скоро будет отепель Появившийся в этот день в доме комар Предвещает скорое потепление А еще говаривали Декабрь глаза снегами тешит Братья-месяцы Декабрь глаза Братья-месяцы Декабрь глаза